Смотрите далее. Зрада по-ДНРовски. Чем разочаровали псевдореспублики даже своих самых ярых поклонников? То есть они врали людям, что они вот-вот сейчас зайдет Путин, у них сразу повысятся пенсии, зарплаты, и наступит райская жизнь. Вспоминая Украину. Или о чем мечтают жители оккупированных территорий сегодня? В прошлом году на референдуме голосовал, да. Думали, что голосуем, что мы будем жить счастливо. Какие ошибки уже начинают признавать люди, поверившие в русский мир? Прямо сейчас в гражданской обороне. Глава ДНР Александр Захарченко сегодня подписал указ о проведении местных выборов. Местные выборы в Луганске Народной Республике назначены на 1 ноября этого года. Об этом сообщил глава ЛНР Игорь Плотницкий. В воспаленной фантазии Захарченко и Плотницкого Донецку и Луганску для нормальной жизни не хватает одних только местных выборов. И все у них сразу наладится и станет хорошо. Этими выборами мы завершаем процесс государственного строительства. Свежего предания довериться с трудом. Год назад мы это уже слышали. Мы пытаемся построить государство. И вот через год повергнутый в руины Донбасс мало похож на молодую цветущую республику. Руководители террористических анклавов под крылом кремлевских покровителей живут в своей собственной реальности. Они что-то строят, кого-то защищают, с кем-то борются. Нет уступации власти, незаконному сражению ее. Нет нацистам. А вот реальность, в которой живут простые люди, совершенно не такая. Тут одна деградация, обнищание, разрушение. А ждали ведь одни совсем другого. Обещали присоединение к России и жизнь по российским стандартам. То есть российские законы, российские зарплаты, российские пенсии. Это я слышал лично. Сегодня это место на Востоке, иначе как республика разочарования не назовешь. А как заманчиво все начиналось. Мы дали четко понять, что это с полуфейной. Мы хотим развиваться. Предвыборные программы зачинщиков сепаратизма на Донбассе были полны обещаний. Мы, я думаю, восстановим Новороссию. И я уверен, что мы отладим нормальную жизнь. И на фоне того, что сейчас будет происходить в Украине, то мы сейчас будем выходить из гуманитарной катастрофы. Они будут входить. Потом им на смену пришли новые лица, уже якобы встающего с кален Донбасса. Они подхватили песню молодой республики и наобещали еще с три короба. Все обязанности были выключно социального спрямования. Подвищение уровня жизни, снижение цен, подвищение пенсий, подвищение зарплаты, снижение уровня безработицы. Но дальше пламенных речей дело не пошло. Вот, скажем, любимый тезис многих недополитиков псевдореспублики. Вот этими руками, горбом, мы живем в шахте сутка. Сутка живем. Кормим их сколько можно. Донбасс, он сильный. У него заботы, шахты. Он сам себя не может прокормить. И с этого момента, как говорится, все пошло не так. Вроде бы есть предприятия, но эти предприятия могут зарабатывать, могут продавать свою продукцию либо в Украине, либо через Украину. Оказалось, что под мудым руководством новых правителей тот самый богатый Донбасс и себя-то прокормить не может. АТБ. Полки полные зашли. Вот хлеба. Куча. А дальше самое интересное. Захарченко рассказывает, как выйдет из сложившейся ситуации. Это реализация металла. Действительно, единственный продукт, который и правда там производится, это металлолом. На него идет все. От украденных машин до останков некогда работавших предприятий. Предприятия-то есть, а в итоге продают только металлолом или по серым и черным схемам уголь. И можно было бы подумать, что ребята крутятся как могут, пытаясь заработать денег для молодой республики, если бы эти деньги шли на нужды народа. Но, увы. Получают за это деньги только узкая группа людей. Вы все их знаете. Это как те, кто обещал поднять Донбасс с колен. Простые люди не то, что не получают денег. Им даже воду по талончикам раздают. В разгар всех этих событий в Луганске эти упыри из ЛНРы сначала раздали пенсионерам талончики на воду бесплатную, а потом привезли воду на машинах и начали ее раздавать. А при Украине вода из крана текла. Совсем скоро о вставании из колен все забыли. Тут хоть бы пенсии получить, чтобы просто выжить. После множества перипетий платить они все же начали. Вот уже полгода, как в пазе республиках, выплачивают пенсии. Сбылась мечта, а не в рублях. Власти ДНР платят пенсию в российских рублях. Но вот какое дело. Пенсии-то выплачиваются на украинские. Только в пересчете на рубли. Инфляция, цены привезли. Я фактически стал в три раза беднее. То есть не больше, чем получают наши пенсионеры и получали те же дончане до всех этих событий. Боевики, не проводя никаких рассчитываний, обещали там надзвучайно большие пенсии. Они обещали по 2-3 тысячи гривен. Когда они в отдельных местах начали рассчитывать количество пенсионеров, они зрозумели, чтобы отдавать, например, для маленького какого-то места, в котором 30 тысяч пенсионеров, и они обещали по 2-3 тысячи гривен, а это уже порядка 60-100 миллионов гривен. Из такого желанного всего российского они получили только валюту и высокие цены. Цены выросли в 4 раза, в местах мы в 5 и в 10. Пенсия уменьшилась в 3-4 раза. Первый этап, который у нас стоял, это насытительные продукты. И они насытили тем, что должно было раздаваться бесплатно пресловутой российской гуманитаркой. По словам местных жителей, продукты из нее продаются по тем же завышенным ценам в магазинах и на рынке. На сегодняшний момент наполняемость массивных продуктов электронных. Новоявленные руководители придумали, как можно нажиться на голоде. Ко всему этому люди еще и лишились крыши над головой. Для многих новым домом на долгое время стал подвал. Там воды где-то, ну, где-то почти колодка. Грунтовую воду. И там живет где-то 15 человек, и у них посменно они эту воду вымакивают, куда-то выливают. И на фоне этого безденежья, отсутствие нормального обеспечения и разрухи, уж слишком контрастно выглядит жизнь тех, кто обещания эти раздавал. Водитель тебя везет 10 минут в центр, и ты идешь в хороший ресторан, заказываешь крафтовое пиво с хорошим бургером, и вокруг девочки с красивым макияжем. В конце концов, все попытались списать на войну и скормить народу традиционную кремлевскую байку. Затянуть по ту же пояса, шашки на голо и вперед. Мы пойдем дальше на Славянск, на Краматорск, на все остальное. Адреналина хватило ненадолго. Во-первых, особых успехов на фронте, кроме обещания Захарченко захватить всю область, у боевиков как не было, так и нет. Во-вторых, люди осознали, что игра в войну вку сопровождается лишь разрушением их домов, и выгоды для простого народа не несет никакой. Они думают об этом или нет, что это бойня сумасшедшая просто народа. Республиками эти образования назвать язык не поворачивается. Максимум – организации. И те с ограниченной ответственностью. Ведь ее брать на себя никто не хочет, только снова и снова кормить обещаниями. Вот уж где впору кричать «Цезрада» и «Нас сливают». И этот голос возмущения на Донбассе уже пробивается. Вы же обещали нам свободное время, покажите. А? На выходной нормальной жизни. И я требую от своей нынешней власти. А нам обещают ваш теперь. Мы будем отвечать на выезд, мы будем подавливать, мы будем гнать. Но Захарченко ему подобно и слышать Донбасс, за которые они так рьяно боролись, не торопятся. У ДНР и ЛНР предсмертная агония. Они все еще продолжают обещать. В самое кратчайшее время сможем обмануть свою экономику и покажем всему миру, на что способна страна, которая скинула в огне Донбасса, гнет продажного правительства и гнет буквального запада. Ясное дело, это байки. Игра исключительно для Киселев ТВ. Народ их разглагольствованием о войне, мире и кровавой хунте уже не верит. И они поняли, что их кинули все. Понимаете? Кинули те, кто создавал эти республики. Кинула Москва, которая не хочет брать их к себе и не хочет их содержать. Поэтому люди хотят, чтобы война прекратилась. Пусть относительно, но большинство хочет возвращения в Украину. Террористам уже пришлось поумерить пыл. Выборы, о которых они огласили в такой спешке, они же сами решили перенести. Республики Донбасс определились с новой датой местных выборов. Там предлагают провести голосование на Юго-Востоке 21 февраля. Официально, мол, не успеют подготовиться к 18 октября. А на самом деле, уже даже Кремль понимает, что с теми обманщиками, которые сидят в Донецке и Луганске, имитацию честных выборов уже не сделать. Хотя там Захарченко по телевизору убеждает, но уже этому Захарченку никто не верит. Поэтому что там уже пенсионеры его открыто называют. Это Балабол. Плотницкий и Захарченко, которым веры уже точно нет, сегодня главные кандидаты в попередники на Донбассе. Они и такой же отработанный материал для Кремля, как покалеченные в бою боевики. Вчера в Нью-Йорке состоялось долгожданное заседание Генассамблеи ООН. Там выступили президенты США и Украины. Конечно же, основной интригой была речь президента России. Хоть она и была по большей части о Сирии, президент РФ вспомнил и о Минских соглашениях. Мы убеждены, остановить кровопролитие, найти выход из тупика можно только при полном добросовестном выполнении Минских соглашений от 12 февраля текущего года. Только вот трактуют эти соглашения в Кремле, как обычно, очень уж по-своему. Учитывая то, что кремлевские ручные террористы, объявив о выборах, фактически поставили крест на договоренностях. По данным международных СМИ на закрытой встрече, Барак Обама напомнил главе Кремля о том, что будет, если Минск все-таки будет сорван. Если Кемель проведет выборы в оккупированных районах Донбасса без согласования с официальной властью Украины, любые разговоры о смягчении санкций и возобновлении диалога с РФ потеряют смысл. У России всего два месяца, пока «Минск-2» все еще действует на то, чтобы определиться, пойти на уступки или все же продолжить войну, которая в конце концов добьет экономику России. Ну а многие люди, находящиеся в заложниках у террористов, свой выбор, похоже, уже сделали. Мы молодая республика, и я хочу отметить, что тот путь, который мы уже прошли, на самом деле очень большой. Да, путь длинный. И это путь разочарования. Именно его за полтора года прошли жители оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. В прошлом году на референдуме голосовал, да. Думали, что голосуем, что мы будем жить счастливо. Когда слова расходятся с делом. Скоро будет свет, соответственно, будет связь, вода и так далее. Когда картинка в телевизоре уже не вызывает доверия. А фашизм где украинский? Объясните мне, где украинский фашизм, которым нас тут постоянно пугают? И в конце концов, когда реальность не оправдывает ожидания. Именно такие слова – самые подходящие слоганы для будущих выборов в квазиреспубликах. Субтитры создавал DimaTorzok